Сегодня хочу поговорить о стали 40HFA, о ковке и о ножах. 40HFA это сталь, из которой сделан этот нож. Самая распространенная сталь в ключах обычных гаечных или хром ванадивая сталь. Я бы не сказал, что это идеальная сталь для ковки ножей, но преимущество в ней заключается в том, что из-за содержания хрома она не ржавеет и является достаточно упругой и твердой сталью, то есть если нож уронить он не расколется, но приходится жертвовать твердости, но рубить гвозди или кости резать им никто не собирается. В принципе достаточно твердости в нем и так присутствует, это все что нужно для повседневных целей, в принципе для этих целей я его себе и делал. И это мой первый опыт в ковке и хотелось бы рассказать как у меня это получилось. Еще одним главным преимуществом данной стали является то, что любой ключ можно купить буквально за 100 рублей в ближайшем хозмагазине. Благо у меня этих ключей поломано целая гора. Да и целый ключ, рука не поднимется распилить. Отпиливаем все лишнее и кладем сталь в горн или как в моем случае обычная печь по типу буржуки. Можно не ржать, потому что я показываю как все это делается при минимальном наборе инструментов. Данная печь способна разогреть металл до 1000 градусов, если открыть поддувало снизу. Этого вполне достаточно, чтобы выковать наш супер клинок, потому что для данной стали ковочный коридор начинается от 1250 до 860 градусов. Это значит рекомендуемая температура при ковке этой стали. Температуру я определял по специальной таблице, как делает большинство. Камера, естественно, температуру не передаст. Да и мой неопытный глаз плюс-минус полтинничек может и упустить, но поверьте на слово, это работает. Для начала я придаю клинку будущую форму и вытягиваю хвостовик. Процесс очень интересный, затягивающий и интуитивно понятный. Режущую кромку нужно вытягивать, держа клинок обухом к себе и такими вот вытягивающими движениями выковывается лезвие. С круглённым углом кувалды я парковал долл. Какой-то полезной нагрузки это не несёт, скорее больше в декоративных целях, потому что кувалды я глубоко не смог промять металл, но зато нож стал напоминать что-то типа якуда. Далее необходимо провести нормализацию или отжиг. Он проводится для данной стали от 860 градусов до 660, шаг 100 градусов в час. Простыми словами, это плавное остужение клинка в остывающей камере при определённой температуре в течение двух часов. Это нужно для того, чтобы все те цементиты, ферриты, периты, зёрна и прочая хрень, которую я не слушал на парах материаловедения, пришла в норму. Без данной процедуры клинок при закалке, скорее всего, поведёт. Остывший клинок можно проверить на звон, который свидетельствует об отсутствии микротрещин. Следующим этапом является слесарная обработка. Но здесь ничего интересного. Передаём клинку ту форму, которую мы хотим видеть. И очень не рекомендуется снимать очень много металла с режущей кромки, потому что там находится так называемая упаковка, где металл гораздо твёрже, режущая кромка гораздо твёрже, чем металл, например, в сердцевине. Суть ковки и заключается в том, чтобы выстроить кристаллическую решётку в этом месте так, чтобы она была гораздо твёрже, чем в том случае, когда мы просто слесарим обычный кусок металла. Со спусками я не заморачивался, потому что для этого нужно сооружать специальную приблуду. Оставлю это для следующего раза. Просто я сделал режущую кромку в виде линзы, грубо говоря, закруглённой. Теперь наш клинок нужно закалить. Закалка производится при 880 градусах в масло до полного остывания. Или, чтобы повысить твёрдость, можно закалить сначала в воде до 200 градусов, потом в масле до упора. Отпуск проводится при температуре 220 градусов 1 час. Если всё сделать правильно, то твёрдость будет примерно 60 единиц по роквеллу. Для больстера я использовал обычную медную пластину и вырезал из неё 3 пятачка, чтобы он был потолще. И в одном из них подогнал отверстие напильником, чтобы оно идеально подходило к хвостовику ножа. Вот таким нехитрым приспособлением подогнал его уже, так сказать, в притирочку. Рукоять я вырезал из дерева яблони, присверлил в нём отверстие для хвостовика и пошёл по самым простому пути, залился эпоксидной смолой. Зато надёжно. Ну а далее берём нож и отсекаем всё лишнее, как сказал какой-то древнегреческий лицелитель. Или не так. Покрываем деревяшку каким-нибудь защитным составом. У меня это обычное льняное масло. И всё. На этом этапе изготовления ножа можно считать законченным. В принципе, если в ковку не углубляться, то это достаточно несложный процесс. И такой медитативный. И гораздо приятнее пользоваться инструментом, который сделал своими руками. Также есть целая куча марок стали, которые имеют собственные свойства. Для каждых ножей, для каждых нужд подойдут какие-то собственные марки стали. Также можно полазить на барахолке или у батька в гараже и найти достаточно много интересной стали. Например, как рессора, клапан, напильник, кусок титана. Всё это подходит идеально для начала, так сказать, ковочного процесса, если хотите это освоить. Вот. Следующим этапом мне, наверное, понадобится походный лёгкий нож. И я сделаю его с пластиночки титана. Посмотрим, что из этого выйдет. Так что всем удачи в начинаниях. Пока. Справедливости ради хочу заметить, что кузнечное дело и материаловедение – это две огромные сферы, которые требуют детального изучения. И верить ютубным мастерам на 100% не рекомендуется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok